Музыка Ну, я вообще родилась в Казани и жила там до 10-летнего возраста. Мама моя здесь, в Волгограде она, волгоградка. Ну, она ближе, у нее не донские, у нее кубанские. И дед у меня с станции Ея Краснодарского края. Вот оттуда все родственники. Ну, а потом, как бы с отцом у них не сложилась семья, отношения. Вот она разошлась, и мы вернулись вместе с ней в Волгоград. Я, в принципе, считаю себя... Я, конечно, люблю и Казань. Я, ну, как бы, как-то вот такого понятия родина, вот такого, например, как у Яши, у меня такого понятия нету. Для меня родина – это, в общем-то, поволжский край. И я очень люблю Казань, и всегда при первой возможности, всегда стараюсь туда уехать. И я безумно люблю Волгоград. Вот как бы вот это для меня вообще лучший город на земле. Ну, вот. И, ну, и дальше он, в принципе, рассказал. Я училась, закончила школу, параллельно училась в музыкальной школе. На базе музыкальной школы создался коллектив детский. Инструменты или хор? Нет, я пианистка. Да, музыкальную школу закончила как пианистка. И там же мы познакомились с Юрием Александровичем. Юрий Александрович в этой же музыкальной школе, как компания, этот, на гармошке он, на гармошке он учился. Там мы создали этот детский фольклорный коллектив. Потом школа музыкальную закончилась, а вот такая группа, нас 5-6 человек, мы расставаться не хотели. И мы продолжали петь. Потом пришли мы, значит, возглавил наш, ну, как бы условно возглавил наш коллектив мой педагог по фортепиано. Ее муж туда тоже, он пришел, ему тоже очень-то все это нравилось. Мы пошли попросились в ДК Гагарина там у нас, нас приняли, тоже пустили. Мы-то меняли место. Ну, куда пускали, там мы репетировали. Ну и все, а дальше... Ну, после музыкальной школы я пошла, училась в наше местное Волгоградское училище искусств. Ну, уже там только-только открылось отделение, вот эта вот волна пошла по всей России, о, вот, фольклорного такого что-то вот. Ну, там открылось отделение народного хора. В общем, фольклор это имело вполне... Ну, там было до этого момента только академический хор, а тут еще открыли отделение народного хора. И я, в общем, была первым в первом наборе этого отделения и училась 4 года в этом училище. При этом не бросала наш вот этот вот коллектив в звонницу. Мы так и встречались. И ездили на фестивали. И вот на последнем фестивале уже я заканчивала госэкзамены были в училище. И мы вот поехали на фестиваль в Нижний Новгород. Там вот Российский фольклорный союз как раз организовывал это все. И там был Анатолий Михайлович Михнецов, их коллектив с Санкт-Петербургской консерватории. И он ко мне подошел и, в общем, спросил, девочки, где же вы вот вообще? Я узнал, что вы заканчиваете училище. А что вы планируете в дальнейшем? Ну, в общем, да, ну, не знаю. Я вообще планировала, честно говоря, поступать в наш университет на ИСТФАК Волгоградский. А не хотели бы вы приехать к нам? Вот, а у меня там мы вместе, значит, с подружкой тоже заканчивали. Вот. И я ей сказала, Таня, поехали. Я так давно мечтала в Питер попасть. Таня, поехали. Она говорит, да ну, Петербург. Это такая сырость, я не хочу. Я вот у меня другие. Да поехали-ка, это же круто. Поступим, не поступим. Ну, пока будем поступать, хоть в Питер посмотрим. И, в общем, я ее сгорновала, и мы с ней поехали. Соответственно, конечно, это была, ну, как бы, ответственность Анатолия Михайловича. Он взял на себя ответственность заступиться за нас. Ну, и за меня, конечно, в первую очередь. Потому что, честно говоря, моя подготовка была очень слабая. Ну, вы сами понимаете, училище, Волгоградское училище народного хора поступать на теоретико-композиторский факультет Санкт-Петербургской консерватории. Ну, это просто. То есть я там на нашем отделении, в рамках нашей программы, там достаточно было, я не знаю, написать. Мы, когда выпускались, госэкзамены заканчивали, мы писали одноголосный диктант. А тут при поступлении требовался трехголосный диктант. Я помню это состояние, когда я пришла на экзамен вступительный по сольфеджио. Они говорят, ну, что, девочки, вот, пожалуйста, трехголосный диктант. Я написала один скрипичный ключ. Потому что я вообще, а, ну, по-моему, что-то вот там же начиналось обычно две-три ноты, вступление к этому диктанту. Вот эти две-три ноты я написала. Ну, это была полная катастрофа, конечно. Я понимала, что, ну, я просто недостойна этого. И, в общем-то, я просто пользовалась случаем, гулялась. Ну, я готовилась, конечно, как могла. Вот, я гуляла по Санкт-Петербургу, я там что-то, в общем, реализовывала свою мечту. Попасть в этот город, вот. И последний был, помню, колоквием собеседования. То есть, по всем остальным у меня был полный швах. Вот, ну, был колоквием, а я как раз перед этим прочитала книжку про некрасовских казаков. Вот, и вот меня пригласили туда и сказали, ну, хорошо, вы ничего не знаете. А что вы знаете? Ну, вот вы вроде из казачьего края, а вот вы знаете, есть такие казаки-некрасы. Фу, конечно, я им рассказала полностью все. И, в общем, это была, как бы, такая вот возможность Анатолия Михайловича зацепиться за... И перед авторитетнейшим, значит, профессорским вот этим вот жюри. Вот, он сказал, ну, вот видите, нам нужна эта девочка. Нам эта девочка нужна. И он, в принципе, взял на себя ответственность за меня. Вот, и я, конечно, ну, с огромной благодарностью, потому что даже тот год, какой я училась, вот это, я всего проучилась один год, но тот год, он полностью переформатировал мое сознание. То есть я приехала вот такая вот с народного хора, девочка-припевочка, вот. А он успел, вот, то есть как бы вот гениальность этого педагога и тех людей, которые окружали его, тоже его помощники и коллеги, гениальность была в том, что они сумели за год полностью переформатировать мое сознание. И этого, даже этого хватило, этого года, для того, чтобы дать мне вектор направления, правильный. То есть они вложили в меня вот те 10 заповедей, которые потом не дали мне вообще никуда, хотя я могла, ведь и сколько таких, как бы, историй, и даже заканчивали люди это направление, но и они никак не связывали свою жизнь, либо они уходили вообще в другую. А вот эти вот эти рельсы, на которые меня поставили, они вот до сих пор меня ведут. Ну, а потом как бы год я проучилась, и у меня возникли сложности. Не столько, я бы сказала, с обучением, потому что, конечно, мне было колоссально сложно, это просто было невозможно. Я ничего вообще не понимала, это там какой-то сольфеджио, который в консерватории, или там теория музыки, но со мной все нянчились, я вам хочу сказать. И педагоги параллельно, которые к этой кафедре не относились, я вот помню, не помню, как уже имя, отчество, но она вот преподавала, по-моему, у нас вела это сольфеджио. А сольфеджио, это вообще полный затык был для меня. И она со мной нянчилась, она хотела, чтобы я понимала все, она приглашала ко мне, к себе домой, все это объясняла. И у меня к концу года, вот первого года обучения, у меня пошли какие-то сдвиги. Потом мне назначили хорошего очень педагога, который вел бы мою конкурсовую работу, у меня пошли сдвиги. Ну, как бы вот возник, я не буду вдаваться в подробности, но вот возник, некая возникла такая ситуация, которая просто, я не смогла больше учиться. Не потому, что мне было сложно, и не потому, что у меня были там конфликты с педагогами, не совсем не по этому. Была совершенно другая параллельная история. А я такой, в общем-то, человек довольно-таки, как сказать, принципиальный. И я решила, что нет, я больше не буду здесь учиться. Я подошла к Анатолию Михайловичу, помню, в сентябре месяце, после каникул. Я сказала, Анатолий Михайлович, знаете, я хочу перевестись. И он как со взрослым человеком, он не стал меня спрашивать, а что там, в чем причина. Он как бы, ну, вы приняли решение, вы мне только скажите, куда вы пойдете, куда вы хотите перевестись. Я сказала, ну, а на тот момент, вот только-только тоже второй год, что ли, Галина Яковлевна Сысоева, она открыла вот этот вот. И я выбрала именно ее, потому что она в основу своей программы обучения полностью взяла вот методику Санкт-Петербургского отделения. Какая-то высокомолития. Да, да, полностью, вот что Анатолий Михайлович разработала, она полностью взяла. Это мой был, как бы, вот, хотя я могла, в принципе, вернуться бы в Волгоград, да, потому что у нас тоже был институт искусств. То есть мне не важно было получить диплом, мне важно было получить знания. Я выбрала Галину Яковлевну Сысоева. Можно сказать, что вы ученица и механецов, и Сысоева? Да, конечно. Я считаю именно, я именно считаю так, да. И я приехала туда, и, конечно, Галина Яковлевна, она тоже меня приняла, но она сама на тот момент еще училась всему этому. Галина Яковлева Галина Яковлева Вот эта жизнь, которая порождала вот эту песню народную, и которая, как бы, давала ей естественно существовать. Как вот в этих условиях возможно, собственно говоря, естественное существование народной песни, когда нет никаких уже фактических условий, да, вот, для ее, в общем-то, нормального естественного жизни. Ну, это такой вопрос интересный. Он же всех волнует. Прежде всего и нас волнует, ради чего мы все это делаем. Все будет зависеть от последующих вообще поколений. От следующего поколений. Вообще, ради чего? И вообще вопрос возникает, а почему Господь так распорядился, чтобы это сохранилось? Вот. Раз, я же тоже уникальный, вот, даже по мне сказать, вот, вы же спрашиваете, а почему, что, да, откуда я знаю? Вот брат не знает, это не заинтересовался. И до сих пор он, как бы, не приводит? Нет, нет. Он уважается, как бы, с возрастом он понял, он с уважением относится. Мы, вот, даже по нашей судьбе, по нашей жизни, тут можно такие параллели проводить, почему так вот, что вот собрало. Ну, значит, так Богу угодно, чтобы он эти знания распределил между людей, как в колбах каких-то. А это дальше будет вообще, судьба этого всего решаться самим человечеством. Потребуется оно ему? Потребуется, значит, оно им воспользуется. И какой-то новый путь у этого будет, наверное. Потому что однозначно, что это будет меняться. А не потребуется, значит, не потребуется. Вот, наверное, так. Ну, я, как бы, чтобы не было никаких мифов, там, он, Иванов, там, крестьянин, он живет и все. Я больше даже этим занимался, ну, мне приятно это, я это знаю, потому что я с детства этим занимался. Больше даже я занимался это ради своей работы. Не назову опять работы, призваний, скорее всего. Но, чтобы понять, наверное, эту песню, по-простому сказать, я понимаю, про культуру. Надо в этом, во всем пожить. Надо изучить это изнутри. Что тех людей, которые этим владели в совершенстве, окружало, их не быт, как они жили. И если сказать, что я там от этого ужил, финансово, это ни о чем. Я же не феймер. Это просто ЛПХ. А вот понять через этот труд, некие вещи я понял. Как бы для меня это практика определенная, параллельно, что такое крестьянство и труд. Как он, от чего там, от чего там. Для меня многие вещи понятны и более, наверное, понятны, чем для профессионалов, фреклористов, которые этой жизнью не жили. Собрать они собрали, они с точки зрения теории глубже, там, где они рядом. А вот там банальные такие вещи, чтобы не спотыкнуться и не вывести какую-то свою формулу, и какой-то миф там построить, вот не надо. Вот для этого. Традиционная культура, это же коллективное мышление. Это то, что нельзя пощупать. Вот такое ощущение, что оно, собственно, существует, несмотря на то, что это создано народом, то есть неким вот общим мозгом, оно существует как-то параллельно, вот такое ощущение, от того населения, которое живет сейчас. Но оно существует. Оно существует за счет, может быть, нашей деятельности. И еще там сотен тысяч людей по России, которые это, как бы, понимаете, как поддерживают, вот эти вот ниточки связи. И оно будет существовать, эта связь будет существовать до тех пор, пока эти люди будут. Если этих людей нет, он произойдет разрыв. Но знания и мудрость, они останутся где-то в каком-то понятии. А человек там будет жить вот так, отдельно. И есть куча людей, которые так и живут отдельно. Насколько этот человек, он ищет себя в другом. Он ищет в других себя философиях. Но ищет любой человек. Кто-то в компьютерной игре себя ищет, кто-то в буддизме, кто-то еще что-то. Но там вот в этой мудрости ответы на все вопросы. И чем меньше наша задача в чем состоит? Не в том, чтобы песни петь, а в том, чтобы показать современному человеку, который оторван по своей воле или по воле своих родителей, или еще по каким-то, что он спастись может в сложнейшей ситуации, прикоснувшись к этому. Ведь люди к нам на занятия приходят не для того, чтобы песни попеть, а для того, чтобы найти основу для кризиса своей личной жизни. И она сейчас, конечно, не, как сказать, она не множится, эта культура, потому что действительно образ жизни ушел. Но те знания, накопленные за тысячелетия жизни народа в этой культуре, они до сих пор могут помочь. Это же, в принципе, народная Библия. Вот человек приходит, он верующий человек, он не может найти, у него смятение души. Он идет в церковь, он открывает, там, значит, жития святых, учения святых. Он там ищет свой ответ на свой вопрос. Народная культура – это та же Библия. Там можно, несмотря на то, что не поется, не пляшется, не работает, но выводы из тысячелетней истории народа, выводы, они в этой народной культуре сохранились. И она всегда готова, она сейчас сохранилась в архивах, сохранилась там в изделиях каких-то, сохранилась там в народных промыслах через узоры, через орнамент. Это все язык символов. А язык символов, разгадав этот язык и поняв язык, умея говорить на этом языке символов, ты сможешь прочитать ответы на вопросы. Потому что человек, если уж совсем в философию вдаваться, он каким был две тысячи лет назад, он такой и сейчас. Он так же мыслит, он так же рассуждает. У него внешняя оболочка поменялась, у него появились какие-то помощники. Раньше это колесо было, сегодня это гаджет. Но он человек остался таким же. И проблемы, с которыми он сталкивается, с духовными проблемами, они не изменились. И с житейскими проблемами они не изменились. Но найти ответы, как поступить в этой ситуации, можно там. Поэтому скептикам я могу только так ответить. Все там есть. Ваш ребенок еще не родился, а ответы на проблемы, с которыми он может столкнуться, они уже там есть, они уже там собраны, и они ждут. Я вам так скажу, вот как бы над песнями много мы работали. Вот сухим языком, если сказать, то механизм ее исполнения коллективного, не сольного, а коллективного, механизм исполнения сухо вроде. Игра, то бишь. Это и есть некое мерило правильного поведения людей друг с другом в социуме. Вот вроде сухо все. А ведь проблема-то у нас, вот она из-за этого, мы друг с другом не можем найти общего, мы друг с другом не ладим. А песня, чтобы как бы, как народный исполнитель, как бы ее оценивали в совместное исполнение, то есть они ладят, да и не ладят. Это же не ладят. Ну так она и есть, наверное, мерило. Только ее надо правильно, как бы, сыграть, ее правильно надо исполнить. И над этим и наши предшественники, наши коллеги работали, и мы работаем. Я думаю, никому это не будет обидно, еще никто этой методики, ну что такое методика, чтобы приложить ее к человеку, там прошел он курс определенное обучение, и он этим овладел. Никто еще этим не овладел. Вот из, я не говорю о народных исполнителях, а о тех, которые вот сейчас учатся этому молодежи. Прошел разрыв естественного бытования, естественного исполнения. Ну а на нас это, допустим, возложено, чтобы мы дальше. Методики такой пока еще не существует. Может я, ну и мне и простительно. Я не профессионал, пускай меня профессора простят там, музыковеды, кто-то и теоризм. С меня взятки гладкие. Пока вот я еще не услышал такого исполнения, чтобы оно было похоже, хотя бы вот... Ну похоже, но так... В концертном смысле? Ну, а причем в концертном... Ну, много... Я про фольклорные коллективы говорю, и даже те, кто как бы близкие к этнографии, кто правильное направление, включая и мой коллектив, вот, наш коллектив. Есть коллективы, по моему мнению, которые близко подошли, честь и махвала. Но так и они, это же вам скажут, поверьте мне, что так как пели, как бы, те учителя наши, с которых мы брали, мы так до этого и не добрались еще. А что нам, взгляд, мешает этому, подойти к идеалу? Внутреннее состояние, да. Оно нам мешает, мы такие же современные. Ну, то есть голос, вроде есть песни, слова... И поют чисто. Все, и грамотно, и все. А нет, это знаете, как вот говорят, церковь стоит, да, есть какая-то такая притча, что куча народа в церкви, вот ангелы там к Богу пришли, они глядят с облака вниз, стоит церковь, куча народа, набит народу все. И что это там происходит? А ничего не слыхать. Богу ничего не слыхать. Вот то же самое в песне, если узкого так брать. Вот вроде поют, понимаете? Ну, это же все подсознание. Вот мы стоим, слушаем, а ничего не слышим. Ну, вот, может быть, действительно, вот, лишившись вот того, той естественной среды, из нас что-то ушло, вероятно, да? Ну, подождите. Ну, подождите, ну, и среда же меняется. Вот что-то оставалось, значит, на протяжении того периода, пока на традиционной культуре жила, вот, ну, да, ну, что ушло, ну, жить мы... Мироощущение ушло, которое ушло. Однозначно. Однозначно, все поменялось в головах. Вы знаете, мы разучились мыслить коллективно. Вот в чем проблема. Ведь правильно он сказал, что песни – это действие коллектива, то есть это некий продукт, который создает не один человек, а целый коллектив. Мы перестали мыслить вот коллективным мышлением. Сольный вы вообще как бы исключаете, да? То есть она... Так, форма, она существует и, может быть, имеет место быть, но смысла в нем... Вот вас на хуторе сольный вообще никто не пел. Категорически. А зачем? Зачем? Нет, нет. Нет, вот я... Нет, это как ее встречный вопрос. А зачем петь сольный? Для чего? Вот коллективное исполнение, оно имеет определенные задачи. Оно являлось объединяющим фактором, благодаря которому каждый из участников создавал нечто такое, какой-то такой, вот как сказать, продукт. А когда Юрий Александрович поет сольный, это что? А, это другая форма. Да. Это более мыслище. Другую форму. Да, нет, я имею в виду, это более как бы поздняя форма, во-первых. Ну, тут отдельная тема к разговору. Она... Ну, это романс в основном, то, что он делает. Мы сейчас... Тут нельзя пупить таких вещей. Так он и не исполняет, как сказать... Это романс, раз. Они все авторские. Они авторские. Они предполагают это. Они в тот период, когда, в принципе, уже... Я так понимаю, я, опять же, не музыковед. Вот. Это направление, как бы, романс уже возник, когда сольно стали петь, скажем так, народную там, ненародную музыку. Ну, вот такую форму. Вот такую форму. Она больше может объяснить. Ну, вот я простым языком... И он как бы... Опять же, я вернусь. Я и на юбилей у него, вот, недавно прошедшим, опять я говорю, а почему Юрий Александрович, никто не задает вопрос, почему он как бы взволновал такую массу людей своим творчеством? Вот вы не знаете? Я вам отвечу на это дело, потому что у него вот такой огромный фундамент был пение совместного. И он его чувствует изнутри. Это его естественное состояние. Это его естество. Вот вся проблема... Есть проблема еще и в том, что вот как бы мы не находим места в свою душу пустить эту старую музыку, чтобы она там естественно заботовала, ну, как бы естественно поселилась, неправильно смотрю. Естественно она там поселилась. Мы ее должны естественно... И тогда мы ее оттуда естественно будем выдавать. Как естество. А у него эта форма как естество. И тут же опять параллель такую провести. Проблема-то... А вот этого нет взаимодействия, когда уже как бы в хоровом пении. Вот взаимодействия нет. Вот в чем правильно. Нету игры, нету взаимодействия. Нету там места друг с другом. Никто друг в друге не нуждается. От этого проблемы сейчас многие. Почему мы не звучим так, как звучит этнографический коллектив? Потому что они нуждались друг в друга. Ну, это мы говорим о внутреннем состоянии таком. Есть и, может быть, сухой опять механизм. Но его не нашли, я еще раз повторяю. Методику не изобрел еще никто такую, чтобы вот прошел человек, поступил туда там студент, ее выпустили на пятом курсе, а он заиграл как Сапелкин вместе со своим хором. Ну, нету же такого. Ну, нету. Или там как Большебыково Щербинин. Нету. Пока похвалиться никто не может из учителей этим. Проблема, проблема. А Юрий Александрович, он как бы опять по воле Божьей вот такой человек возник. И он выполняет свою роль. И он опять, я считаю, прежде всего, кроме того, что он будоражит душу людей, функцию сейчас эту несет на себе. Ну, и после, как бы люди, которые знакомятся более молодые с его творчеством, неким образом и приходят и к коллективному исполнению. То есть попадают. Один из путей. Да, один из путей. Вот у нас в коллективе некоторые люди вот сначала с ним, с его творчеством познакомились. Через него сюда пришли. И это прежде всего. То есть можно сказать, что вот ваш идеал, это вот когда Россия, прежде всего, поет в застольном формате морского, да, когда застольное пение это как бы наивысший идеал, да? Ну, как вы мне... В сравнении с концертным, ну и так далее. Вы знаете, я никаких идеалов не ставлю и ничего не соприровал. Вот как будет, так будет. Все на пользу. Я никаких себе задач не ставлю. Вот как есть, так есть. На все боль Божия. Ну, вопрос в том, что, понимаете, в любом случае, в любой деятельности, и в духовной, и такой вот, в мирской, так скажем, должна быть вопрос, для чего? Для чего существует коллективное исполнение, как вот мы уже говорили. Да, вот будет вопрос. Мы будем нуждаться в друг друге. Мы, нам будет важно быть рядом друг с другом, а не сами по себе. Я самостоятельный, независимый, и, в общем, пусть весь мир подождет, пусть весь мир подождет. Нет, вот когда мы будем говорить, что нет, мы без этого, мир без нас никто, и мы без мира ничто, тогда волей-неволей запоешь. Волей-неволей запоешь. Вот наладится, то есть по обратной силе. Наладится взаимоотношение в человечестве друг с другом. Наверное, это потребуется, как новое зерно, которое можно посеять. У нас же хранятся там где-то в личной мерзлоте. Так и это зерно. Мы просто сосуды, в котором там некие семена лежат. И не более того, ничего мы не изменим. Мы как бы выполняем эту форму. Вот там какая температура должна быть, какая влажная, чтобы не пропала. Скажем так. А с нас спрашивают, что мы что-то изменим. Это все будет зависеть от коллективного сознания людей. Не потребуется. Не потребуется. Ну, значит, оно само по себе ценность. Как он, Антон Михайлович, говорил. Я у него не учился, а Инна Николаевна тоже всегда рассказывала, что на традиционную культуру может свернуться до зерна, до пословицы. Потребуется людям назад. Она развернется. Наверное, в этом есть соль какая-то. Но должны захотеть сами люди. А что их сподвигнет к этому, мы с вами не знаем. Последний вопрос. Вот касается вашего замечательного коллектива. Может быть, что вы хотите еще что-то распеть? Ну, какие тут банальные вопросы? Какие планы? Да ничего мы не хотим распеть. У нас, как вы понимаете, репертуар он большой и широкий. Это же коллективы целая жизнь была. Вот я открываю там репертуар, а там их 200 с лишним песен. Вот сейчас эти люди, допустим, хорошо могут спеть какие-то, может, 30-40 из этих 200. Что же я нового буду учить? Ситуация во многих. Да, потому что за это время менялись люди. Пожилые люди ушли. У кого-то уже с нами нет, кто-то уже не может с нами участвовать. Вот по возрасту. Вот сейчас этим составом. Я больше сейчас занимаюсь не количеством, а качеством. То есть я стараюсь сам познать, что это такое. Вот сейчас о чем мы говорим. Там игра. Методику какую-то собрать. Потому что сейчас потребность в этом людей есть. Мы же не зря вот тут в Питере приехали. Есть люди, которым это интересно. Которые совершенно нигде не участвуют ни в каких коллективах. Простые, но они тоже вот хотят прикоснуться. И через них, и через участников нашего коллектива, и через людей, как бы разношерстной публикой, скажем. Мы тоже учимся. То, что я могу сегодня сказать, какие-то выводы я сделал, я вчера это не мог сказать. Я не знал. То есть тогда эти знания не были для меня открыты. Сейчас что-то я... А может я завтра поменяю это мнение. Ну, как правило, нет. Как бы идет пока... Вот у меня лично идет еще накопление, накопление. Я до конца так... До конца это не познаешь, это от Бога. Это такие истины, которые не дано. Вот что бы заслужил, это Господь открой. Вот. Насколько мне это сегодня нужно. Вот видите, я мучаюсь там, копаюсь. Ну, что-нибудь подкиньте, наверное, мне, чтобы я разгадал. И я это должен до людей донести. Вот. А уж это их не дел, как они с этим будут все вести. Иногда вот очевидные вещи людям говоришь, и они не слышат тебя. Я же вам два года об этом говорил, я не слыхал. Может, я не так говорю. Людям уж не хотел услыхать. А может, не готовы. Я их не веду. Может, не готовы сознания и у человека это услышать. Задание по информации выдаешь, а он тебе не слышит. Значит, там не готовы, почву не подготовили. Ну, вот и идем. Я много сейчас тоже интервью слушаю. Ну, есть такое мнение, что такие люди, допустим, там, ну, прям был конкретный пример Виктор Германович Соловьев. Да, вот он некой кладезь им тоже считается, он хореографией занимается. А другой человек, ну, вот он колодез, а мы как бы потребители, мы туда, в любой... Вы понимаете, что за колодцем тоже ухаживают. Да, его чистить надо, берега. Ну, я не о каких-то материальных, там, сейчас говорю, вещах, там, его поддержки и так далее. Ведь просто мы должны ощущать, что с нами есть люди, которым не все равно, которые не просто у нас приходят почерпят, а с нами, как бы, дополняют этот сруб. Мы можем не выдержать. Всякое может быть в этой жизни. Сколько его тащить это все на себе. И не вечный на этом земле, и может отколоться и всяком. Те источники, за ним надо ухаживать, дополнять его. Должны возникать люди, которые после нас станут. Но в Аниском есть такие люди из числа молодежи? Ну, как вам сказать, я сейчас не могу вам вот на данном этапе, допустим, ну, касаемо нашего коллектива, пока я не вижу, ну, там же еще есть люди, вот, у Татьяны Михайловны у нее есть дети. Как они этим распорядятся? Как они дальше это понесут? Там, на местах. Я вам сказать не могу. Потому что там, они довольно-таки молодые. Как они поведут? Как выдержат ли они? Не сгубят, если их современная машина. Вот, выдержат ли они эту ношу? И конъюнктура? Тут без всякой предвзятости там разговора нет. Можете понесут. Ну, тут мы должны понимать состояние там, в сельской местности какое, и какое состояние в городе. Вот это разные вещи. Вроде она там возникла, эта культура. Оттуда ее почерпнули. А там пока держать ее... Там вычерпали все, к сожалению. Вот там об источнике. Сегодня город, понятно, сегодня он город и фольклор. Основные активные силы. Но при этом традиционная культура не возобновляется. Она пока только сохраняется. Возобновится ли она? То есть на протяжении... Сначала были были блины, потом появились исторические... А сейчас народ ничего не складывает. Ничего не складывается. После революции уже такого нет. Потому что народа как такового нет. Ну, в этой сфере игры вот этой заместного пения нет, конечно. В песне возникают... Ну, как бы... Мы можем уж тоже, как бы, какой-то частью традиционной культуры назвать там... Ну, какие-то, может, современные даже песни. Ну, где-то вот там среди молодежи что-то там, ну, какой-то рэп там... Я не знаю. Ну, можно ли отчасти... Они привнесены... А сам народ ничего, к сожалению, не создает. Вот это глобальнейшая проблема. А вы сами вот не пробовали в традиции вот... А зачем? Не требуется? Ни в коем случае. Зачем? Ну, что распит какой-нибудь вам понравится. Я получаю колоссальное удовольствие от изучения, от переслушивания этого материала. И с ними попоешь там на записи, когда гениальнее я не придумал. И вообще, а что я должен пересмотреть? Форму музыкальную? Или же вот я больше как бы сейчас работаю над темой, над взаимодействием вот этих голосов друг с другом. Как они, как это они играли? Смысл-то в игре, а никто не в этом тексте даже, понимаете? Он там какую-то роль играет. То есть бывает же так же, я не открою там один напев, а на него даже во временном отрезке могут быть разные тексты и, соответственно, и к разным жанрам иногда относящиеся. А остается, что, может, даже и мотивы меняются, и упрощаются. Остается-то снова взаимодействие. Смысл-то в этом, как друг с другом сыграешь, получишь ли от этого удовольствие, почувствует ли тебе игрок? Я бы рад, я бы рад тебе воспевать, Я бы рад, я бы рад тебе воспевать, И ух им в уху голоса не я не стала. Ух им в уху голоса не я не стала. Ой, потерял и растерял я свой голосочек, потерял и растерял я свой тонкий звонок.